Непокоренный город. Сегодня по всей России отмечают 79-ю годовщину снятия полной блокады с Ленинграда. В кольце фашистских войск под регулярными бомбежками город простоял 872 дня. С сентября 41-го по январь 44-го года. Только через 2,5 года советские подразделения смогли полностью освободить территорию от войск противника. За это время, по разным данным, от голода и обстрелов погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Тех, кто смог пережить те страшные годы, в наши дни осталось совсем немного. Например, в Челябинске сейчас проживают меньше сотни блокадников. В честь годовщины знаменательной даты им вручат единовременные социальные пособия. 27 января в рамках празднования полного снятия блокады Ленинграда состоится поздравление жителей блокадного Ленинграда и вручение единовременных социальных пособий. Сегодня в городе проживает 82 жителей блокадного Ленинграда и 3 ветерана Волховского и Ленинградских фронтов. О героическом подвиге советского народа напомнят и школьникам. Для ребят провели лекции о знаменитом ленинградском хлебе. А в историческом парке прошло мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста. В 75-й школе много лет работает музей малолетних узников нацистских концлагерей. Здесь школьники сами готовят и проводят экскурсии. Исаченков, вот он был, он родился в Беларуси, но в 43-м году, собственно, его, он попал в лагерь «Смерть Аушвиц». И вот как раз, вот он здесь показывает на изображении лагерную татуировку на руке. На Южном Урале уже установили имена 26 чулябинцев, участвующих в освобождении Ушвица. Также все участники памятного мероприятия смогли увидеть экспозицию «Стена памяти». Она посвящена южноуральцам, которые стали жертвами Холокоста. Если говорить о евреях, которых погибло 6 миллионов, это будет неправильно. Потому что погибло 28 с лишним миллионов людей. И в Холокост уничтожали не только евреев, так же и цыган, и другие национальности. Поэтому мы должны всегда помнить и говорить непосредственно нашим детям, нашим внукам. После встречи прошло награждение победителей международного конкурса. Лучшие работы были награждены почетными грамотами и дипломами.